Их остается все меньше, но сегодня, в 71-ю годовщину победного мая, они поправляют свои ордена и медали. И вспоминают тех, кто тоже переживал ужасы войны, но не смог вернуться домой. Утро 9 мая в Щелковском районе проходит неизменно вот уже много лет. Ветераны, руководители района, жители возлагают венки и цветы к мемориалам павшим воинам. Везде почетную делегацию встречают школьники. От тех роковых лет их отделяет практически целая человеческая жизнь. Но глядя в глаза героев, невозможно остаться безучастными. Память о подвиге живет и будет жить еще не одно поколение. Ветераны и руководители района возложили венки к мемориалу воинам комбината, павшим за родину, мемориалу воинам-химикам и мемориалу слава героям на улице Парковая. Тем, кто дожил до 71-й годовщины Великой Победы, ребята говорили спасибо за самое главное – мирное небо над головой. Сегодня настоящий праздник. Сколько людей новых встречаешь на своем пути. Вот, в частности, вот школьники, детвора. Спасибо! А вот так трогательно встретили ветеранов в администрации Щелковского района, где для них был организован торжественный показ Парада Победы. Ну а пока в центре города ветераны смотрели парад на Красной площади с экранов, жители микрорайона Чкаловский смогли увидеть военное шествие вживую. Здесь в параде приняли участие военнослужащие частей Чкаловского гарнизона. Те, кто сегодня защищает родину, отдали дань памяти погибшим в боях Великой Отечественной и от всей души поздравили ветеранов. Много теплых слов прозвучало и от других гостей мероприятия. Именно наша страна внесла решающий вклад в разгром фашизма. Эта победа далась невероятными усилиями и тяжелыми потерями. Мы говорим слова благодарности и помним, наша память священна. Она объединяет нас против ужаса войны. Мы храним нашу историю и будем хранить ее вечно. И каждый год 9 мая мы будем кричать «Ура! Мы выиграли! Мы победили!» Кроме того, на параде лучшим военнослужащим Чкаловского гарнизона торжественно были вручены награды от президента и главнокомандующего Российской Федерации Владимира Путина. Ну а завершился праздничный митинг поздравлениями от школьников. Они дружной толпой подарили ветеранам цветы и открытки. Ребята решили, что это отличный способ показать, как сильно они благодарны ветеранам за их подвиг. Наталья Медведева, Мария Смирнова, Сергей Максимов, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».